Продолжение следует... 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 Обманывание И Аллах соберет всех обитателей небес и земли на одном месте И ангелы, и люди, и джинны Все будут вместе И никто из них не посмеет произнести слово Без разрешения Аллаха И Аллах говорит Тот день, когда Дух Джибраиль и ангелы станут рядами Не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый И говорить они будут только правду О чем мы говорили? Только правду будет говорить Человек захочет обмануть, чтобы себя защитить Чтобы себя оправдать Еще для чего-то Но не сможет Он будет говорить только правду Сураннаба, 38 аят И этот день, день расчета, день сбора будет очень длинным Если сейчас нам кажется, что наша жизнь длинная Наша жизнь, что мы вчера взбирали Там активная часть получается 45 лет где-то Но пусть человек 100 лет прожил В общем говоря Такая круглая цифра Что такое 100 лет? Для нас скажут Ух ты, это же 100 лет назад было Сейчас 2012, 912 год 100 лет назад Охо, Первая мировая война началась И так далее, и тому подобное Не было ни компьютера Так, как будто давно На самом деле это ничто На самом деле ничто Почему? Потому что этот день, день сбора Он будет 50 тысяч лет проходить 50 тысяч лет проходить будет И вот этот сбор В воскресенье будет 50 тысяч лет проходить Если мы сейчас, да, вот представьте На одном месте стоять Ну сколько простоишь на одном месте? Ну час, два, ну день простоишь Потом все равно упадешь, устанешь А это 50 тысяч лет будешь стоять И ждать расчета Это очень длинный день Это уже само по себе будет испытание для людей Мало того, что будет испытание для людей Все просто будут испытывать ужас Когда будут стоять на одном месте Когда человек просто стоит, отдыхает И ждет какой-то хорошей вести И так далее Ему легко на душе У него все получается А когда он боится, стоит Весь трясется Ему не очень-то приятно стоять И Аллах спонтально говорит Предупреди их о приближающемся дне Когда сердца подступят к горлу И они будут опечалены Суаля Гафир, верующий, 18 аят То есть этот день, когда сердца подступят к горлу И они будут опечалены Это действительно великий день И мы должны готовиться к этому дню Почему мы и говорим Что у нас сейчас только слова, к сожалению А дел у нас мало Чем мы запасаемся перед Аллахом? Имам Аль-Бухари 16 лет ходил Собирал 600 тысяч хадисов Составлял свой сборник джамия И оставил, как он сказал Оправдание перед Аллахом А что мы оставляем Как оправдание перед Аллахом? Нет у нас ничего Нет у нас никаких дел Сейчас и беда людей Что мы, как сказал Ибн-Насуд В наше время люди мало говорили И много делали Вот сахабы мало говорили Много делали Потом будут люди И он обращается к Сабиинам Говорит У вас люди, которые много говорят И много делают Потом придут люди Которые будут много говорить И мало делать А потом придут люди Которые не будут говорить И не будут делать Сейчас люди и не говорят Если что-то видят плохое Я говорю Да, зачем связываться? Проблемы лишние Не хочу Все, меня не касается И не делают И не говорят, не делают Как будем перед Аллахом Оправдываться, непонятно Поэтому мы каждый должны запасаться деяниями для того, чтобы оправдаться перед Аллахом, потому что Аллах говорит, предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. И этот день еще будет тяжким от того, что солнце будет очень приближено к людям. И Пророк Саусалян говорил, что солнце будет в расстоянии мили. Что он имел в виду? Есть такая палочка небольшая, тоже называется миля, или же миля, километр, непонятно, но даже если это миля, как в размере километра, что такое километр? Сейчас солнце миллионы километров от нас, и то солнечный день летом выйдет, жарит так, что там час не простоишь, а это будет всего лишь миля от человека. И Пророк Саусалян сказал, что в день воскресенья солнце будет приближено к рабам на расстоянии мили, и оно станет палить их так, что они будут находиться в своем поту с размером своим деянием. У некоторых пот достигнет до колен, у других до пояса, у третьих до головы, передает имам Муслим. А в другом хадисе посланник Аллах Сааллаху Алейхи Вассалям сказал, в день воскресенья люди будут в поту так, что он просочится в землю на 70 локтей, и они погрузятся в него по своей голове. То есть сначала пот так будет лить людей, что на 70 локтей. Локтик это примерно 50 сантиметров. В два раза мы делим 35 метров глубину земли. 35 метров это огромная величина. Если 12 метровый дом это 4 этажный, вот представьте сколько это будет, если в три раза 12 этажный дом, вот такой высоты пот будет проникать в землю от людей, как он должен лить, чтобы на такую глубину проникнуть. А потом, когда он достигнет этой глубины, он начнет покрывать людей. У кого-то, у кого будет грехов мало, а хороших дел, опять-таки дел много, будет до щиколотки, у кого-то до колена, а кто-то будет по уши в своем поту. И кафары, они не могут выдерживать этого, они не захотят выдерживать, и будут просить у Аллаха, отправь хоть в Джаханнам нас, лишь бы это все закончилось. Лишь бы мы вышли с этого пота, лишь бы мы ушли от этого предстояния, давай допроси нас, мы готовы идти в Джаханнам, в ад будет проситься, в ад, чтобы не стоять в таком положении. Это какой ужасный день, поэтому мы должны каждому запасаться, чтобы хоть что-то у нас было в запасе, что мы Аллах спонталя представим для расчета в тот день, скажем, хоть я вот это делал. Потому что Аллах спонталя будет, сейчас мы придем в хадисы, когда он будет спрашивать у человека, а человек скажет, я делал то-то, я делал то-то, то-то. Каждый человек захочет оправдаться своими деяниями. А чем ты оправдаешь, когда у тебя нет деяния? Вот нам, всем мусульманам, нужно, конечно, об этом думать. Аллах спонталя говорит, в день воскресенья мы соберем их, кафаров, фасиков, крешных мусульман, передвигающимися на лицах, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиена. Как только она утихает, мы добавляем им пламени, сурали сара, 97-й аят, на лицах. Представляете, это уже фильм ужасов. Когда мы привыкли, что человек ходит на ногах, а это вот на лицо его поставит, и он начнет передвигаться. Я не знаю, как паук какой-то или что там, на лице будет передвигаться, Аллах спонталя так сделает. И Анна, ради Аллаха, передает. И однажды один мужчина очень удивился этому аяту. И спросил у посланника Аллаха, саллаху алейхи висалям. Каким образом неверные будут воскрешены на своих лицах? Ну как это так? Все на ногах, а это вдруг на своих лицах, вот они будут передвигаться. Ноги будут сверху, руки вот так, а на лице только будут идти. На что посланник Аллаха, саллаху алейхи висалям, ответил. Разве тот, кто создал человека, передвигающимся на ногах, не способен заставить ходить его на лице в день воскресенья? Передателем Аль-Бухари и Муслим. И саллах спонталя дал нам ноги и научил нас ходить. Именно наше тело так устроено, что наш таз двигается, в такт колени сгибаются, позвоночник пружинит при ходьбе. Это все взаимосвязано. Если бы у нас это ничего не двигалось, мы бы ходить не могли. Мы не могли представить, колени не передвигаются или в другую сторону передвигаются. Он тогда, как кузнечик человек ходил бы. Да, там всякие фантастические вот фильмы показывают, там всякие ужастики. А это на лице. И пророк саллаху алейхи висалям говорит, тот, кто смог заставить человека ходить на ногах, почему он не сможет заставить его ходить на лице? Это будет наказание для кафоров и для фасиков, нечестивых мусульман. И Аллах спонталя сказал, в тот день мы соберем благочестивых мусульман перед милостивым почтенной делегацией. То есть почтенной делегацией. А грешников погоним в гиену, словно на водопое. Сураль Марием, 85-86 аяты. То есть делегации почтенные Аллах спонталя называют. И Али, перед этим имамом Табари, Али ради Аллаху Анаху сказал, что почтенная делегация не будет передвигаться пешком. У них будут такие верблюдицы, которых вы не видели. Сетла будет из золота, их уздечки будут из хризалита и так далее. И они вот так прибудут к Аллаху. То есть Аллах спонталя почтит. Когда к нам приходит какое-то начальство, почтенная делегация, мы их встречаем, как дорогие гостей, там, пожалуйста, заходите сюда, не готовим. Вот так же Аллах спонталя будет встречать и благочестивых мусульман почтенной делегации. И они пешком не будут передвигаться, как сказал Али в трактовании твоята. Они будут верхом на животных. Так же говорил Ибн Аббас ради Аллаху Анаху. И сообщается, что Аиша ради Аллаху Анаху передала, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, люди будут собраны босые, голые и необрезанные. Ну, мы знаем, что, да, у мужчин, мальчики, когда рождаются, их делают суннат, обрезание делают. А в день воскресенья люди будут собраны босые, голые и необрезанные. И Аиша спросил, очень сильно удивившись, о посланник Аллаха. Мужчины и женщины будут смотреть друг на друга. То есть, стыд, как это так, голые? Вот мы все будем стоять и друг на друга будем смотреть. И он, саллаху алейхи вассалям, ответил. О, Аиша, ужас того дня более велик, чем это. То есть, людям будет не до этого, чтобы разглядывать там мужчина-женщину, а женщина-мужчина вообще не будет до этого. Представляете, сейчас вот вышли, да, все голые стоят. Но любой человек удивится. Даже если он не хочет смотреть, для него будет удивительно. Что происходит? И сейчас голый, конечно, ходит. То есть, совсем голый выйдешь, что-то будет удивительное. А этот, тебе даже дела до этого не будет. Такой ужас, человек и объязд, и человек будет только думать о себе. Как же он спасется? Ему дела не будет. Хоть все люди, все пропадут. Хоть с ними что-то случится. Голые, не голые, одеты. Сам. Навси, навси. Мой навс, навси он будет. Навси, навси. Как я спасусь? Вот об этом каждый человек будет думать. И опережая других, он будет бежать, если Аллах отпустит в джанна. Он не будет думать, а, там, то, третье, десятое. Нет, за этого не дойдет. Передает имам Аль-Бухари, 6527, имам Услам, 2859. И Аллах Свантали сказал, в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. Сура Набаса, 35-37 аят. Смотрите, Аллах перечислил в этом аяте, да? «Ва уммихи ва абих, ва сахибатихи ва баних». То есть, первый идет «ва уммихи» и их детей, и их отцов. Потом «сахибатихи», то есть, их жен и их детей. «Всех бросит человек, всех бросит человек». Вот до того он будет занят собой. Вот об этом нам стоит тоже подумать. Мы все любим свои семьи, ради них пропитание, там, благо. Мы работаем, приносим домой и так далее. Любим их, воспитываем, растим, защищаем их, беспокоимся, никогда не болеют и так далее. Ночи не спим. Это наши дорогие, наши дети, родители и так далее. Супруги, а тут ты бросишь всех. Вот сейчас это сложно поверить. Как это так? Я брошу, да лучше пусть меня убьют, или со мной случится что-то, или я заболею, или же бы мои дети были здоровы с ними, чтобы это не было. Это нормально. Когда отец и мать думают так. Это хорошо, это нормально. Не нормально, когда думают по-другому. Сейчас многие так и думают. Но в тот день, в тот день, бросит всех, и маленьких совсем, каких есть грудных, и больших, неважных детей, и отца, и мать, всех, всех, и брата своего, всех бросит, лишь бы спасти самому. Лишь бы спасти самому. И Аллах про это говорит, Сюраля Аббаса, 35-37 аят. Поэтому смотрите, какой это ужасный день. Сколько будет тревог, переживаний. Еще не начался расчет. Просто человек будет стоять. Но будут одни ужасы. Сейчас люди живут неспокойно. Ни у кого спокойствия нет, покоя нет. Люди пытаются как-то укрыться от всего этого. Беспределы, что творится. Но это ни с чем не сравнится с тем, что будет в судный день. И потом произойдет встреча. Конечно, будет встреча Аллаха со своими рабами. И Аллах, см.т. сказал, может быть, они уверуют во встречу со своим Господом. Сюраля Аббаса, 154 аят. А в другом аяте Аллах, см.т. говорит, О человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с ним. То есть мы обязательно встретимся с Аллахом, см.т. Сюраля Аббаса, 6 аят. Аллах, см.т. сказал, он наказал их, селив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с ним. Сюраля Аббаса, 77 аят. Этот аят очень показательный. Я вам уже приводил хадисы, если кто помнит, аль-хамду лилля, если не помнит, напомним. Был такой сподвижник, салаба. И православа Аллаху, алейхи вассалям, сделай ему дуа. Он пришел к нему, говорит, о посланник Аллаха, сделай мне дуа. Мое имущество маленькое, я хочу, чтобы у меня баракат в делах был и так далее. Сделай мне дуа, говорит. Сделай мне дуа. Вот куда может привезти наше имущество, наши деньги и так далее. И православа Аллаху сказал, довольствуйся тем, что тебя Аллах дает. Хватит, у тебя есть. У тебя даже есть больше, чем у твоих мусульман, братьев. Посмотри на них и посмотри на себя. И возрадуйся. Он говорит, нет, сделай мне дуа. Вот сделай и все. Ладно, православа Аллаху, сделай ему дуа. У этого человека появилось стадо овец. И оно быстро начало увеличиваться. Он жил в пригороде Медины. Пас овец этих, посещал мечеть, был хорошим муслимом, посещал мечеть, выставил молитвы, все, что надо, делал. Потом это его стадо стало увеличиваться, от ара все больше и больше, и у него уже места в пригороде Медины не осталось. Он начал со своим стадом уходить по горам, где-то на пастбище проводить время, все реже-реже посещать мечеть. Его имущество начало его уводить от послания к Аллаху и от религии Аллаха. Затем он совсем перебрался с овцами. Все, он из Медины переехал, он перебрался в горы, где они его послись, он за ними смотрел и так далее. И совсем перестал посещать мечеть и приходить, даже на джума перестал. Более того, когда к нему отправил послание к Аллаху, а с Аллаху алейху с Амзакят, он не заплатил его. Так жадность вкралась в его сердце. Аллах сматаля, вот таким путем сбил его. Потому что человек хотел ду, и хотел имущество больше, а то, что Аллах сматаля было лучше, он оставил. И тогда про него как раз таки не спослались вот эти вот аяты. Сюрат Тоба, Аллах сматаля говорит, он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с ним. То есть этот человек хотел ду, и у него лицемерие появилось, не факт. Аллах сматаля дал им, вот тебе имущество, посмотрим, какой ты будешь. И Аллах сматаля в этом 76-м аяте говорит, и когда мы даем им, они становятся неблагодарны. То есть даем имущество, они перестают благодарить Аллаха. И поэтому Аллах сматаля вселил ему сердце лицемерие. И потом, когда к ним прибежали его родственники и сказали, ты что, про тебя там такие аяты неспосланные, ты что делаешь, ты же джаханнам идешь, зачем тебе эти овцы, брось их, иди к тому, что лучше. Он тогда помнился, действительно, зачем ему это дунье, что он с ней будет делать. И прибежал в Медину, и говорит, давайте я заплачу закят посланнику Аллаха, я вот принес деньги, я принес свой закят, но посланник Аллаху не взял у него больше закят. Не взял, и до самой смерти он ходил, пытался заплатить закят, с него не брали. Потом, когда стал халиф Абу-Бакар, ради Аллаху Анху, опять он пришел, хотел заплатить закят, но Абу-Бакар не взял с него, потому что правосусу не взял, Абу-Бакар не взял. Умр-Мухаттаб не взял, и Усман не взял, и при Усмане этот человек умер. Умер униженным, умер униженным, все от него отвернулись, и все знали, что он лицемерит, и его имущество сбило его с пути. И по его случаю неспосланы вот эти вот аяты. Поэтому нам очень надо быть внимательным, куда же наше имущество нас заводит, и жажда нашей дедунья этих денег. И передаются слов Убада и Бен Саммит, ради Аллаху Анху, что однажды посланник Аллаха, с Аллаху Алейхи Вассалям, сказал, Аллах желает встречи с тем, кто желает встретиться с ним. Что же касается нежелающего встречи с Аллахом, то и Аллах не желает встречи с ним. И услышав эти слова, ну как вот тогда быть? Вот ты говоришь, кто желает встретиться с ним? Вот ты сам говоришь, не желайте себе смерти. В другом хадисе Пророк Салам сказал, не желайте себе смерти. Кроме когда фитнес со всех сторон подступает человек, и он видит, что в этом свете для него ничего не осталось, он делает дуа, о Аллах, если для меня хайр в этой дуне, оставь меня, если нет, дай мне умереть, забери меня отсюда. В этом случае только можешь желать себе смерти. Больше ни по какой причине, там потеряли имущество, кто-то умер, что-то еще случилось, нельзя желать себе смерти. Это испытание от Аллаха, его надо до конца пройти. И вот услышав эти слова, Раиша удивилась, как же так? Ты же сам говорил, что не желаете себе смерти, и мы не желаем себе смерти. На что посланник Аллаха с Аллаху алейхи вассалям сказал, речь идет не об этом, а о том, что когда к верующему мукмину приходит смерть, в чем мы разбирали длинный хадис, что с ним бывает, когда к нему приходит смерть, к мукмину, ему сообщают радостную весть о благоволении Аллаха по отношению к нему, и о том, что он почтил его, и нет для него в этот момент ничего дороже этого, что его ожидает, и он желает встречи с Аллахом. То есть ангелам рассказывает, вот Аллах тебя почтил, у тебя будет то-то, ты будешь тянать, и так далее. И человек желает быстрее-быстрее увидеть своего Господа, быстрее-быстрее с ним встретиться. А Аллах желает встречи с ним, потому что это был праведный раб, потому что это муслим. Что же касается неверного, то поистине, когда смерть приходит к нему, ему сообщают дурные вести о том, что Аллах подвергнет его мукам и наказанию. И нет для него в этот момент ничего ненавистнее того, что его ожидает. Ангелы говорят, это еще начало, подожди, с тобой будет то-то, то-то, и человек уже ненавидит все это, ему уже страшно, он не хочет, чтобы это было. И он не желает встречи с Аллахом, а Аллах не желает встречи с ним, передает имам Аль-Бухари. И другой версии хадиса этого реветти говорит, смерть будет прежде встречи с Аллахом. То есть сначала смерть, да, вы не желаете смерти, а потом уже будет встреча с Аллахом. И вот когда будет встреча с Аллахом, обязательно рабы с Ним встретятся, будут отвечать перед Ним, будет предстояние и расчет. За все наши дела, за все наши слова, за каждые наши взгляды, хаммалюля, за мысли Аллах спонталя не спрашивает. Потому что если они перетекают дела, за это будет спрошено. И мы когда разбирали ангелов тему, мы сказали, что ангелы читают мысли людей. И приходят к Аллаху, говорят, там твой раб задумал сделать что-то дурное. И Аллах говорит, иди посмотри, если он сделает, запиши ему один грех. Если же он побоится меня и оставит, запиши ему одно хорошее дело. И десять раз увеличиваю. То есть Аллах спонталя всегда человеку больше прибавляет. Единственное, мы сами не хотим. Мы сами не хотим, думаем, что здесь то, что нас окружает, это лучше. На самом деле, только лишь испытание от Аллаха спонталя каждому из нас, как же мы будем действовать в той или иной ситуации. И ситуация бывает, братья и сестры разные. К каждому Аллах спонталя иногда поворачивает жизнь так, что ты не знаешь, но это испытание от Аллаха. Приходит к тебе, и Аллах смотри, что ты в этой ситуации сделаешь. Поменяешь ты, что у него лучше на эту дунью, или же все-таки будешь ты крепок, отвергнешь это, скажешь, лучше мне награда моя у Аллаха. Я хочу свою награду Аллаха. Аллах спонталя обязательно тебе за это отдаст. Многие не проходят это испытание. Это испытание не бывает один раз в жизни. Оно бывает постоянно, может быть, и каждый день. Каждый день нам предлагают. Может быть, зятки, может, еще какие-то дела нехорошие. Или, может быть, что-то нам приговорят ради Аллаха, и вот это оставь, мы не оставляем. Или, наоборот, сделаем, мы не делаем. Это испытание может быть разным. Оно приходит к человеку, и Аллах спонталя смотрит. Человек, что будет делать в такой ситуации? Как он повернется? Отвернется ли от этого? Или же он все-таки последует то, что лучше? И этот хадис длинный. Мы разбирали на Джума, хадис о троих, прокаженный, слепой и лысый, когда там был. Если вы помните, мы его подробно разбирали. Я просто напомню, что только один слепой откликнулся, когда Аллах спонталя вернул ему зрение, сделал его богатым. И пришел такой же слепой к нему и сказал, дай мне ради Аллаха, я слепой человек, мне нечего кушать. И слепой говорит, конечно, я дам. Я был таким же, как ты, и Аллах возвысил меня. А те двое, прокаженные и лысые, сказали, нет, это наше богатство, мы никому ничего не дадим. Это было испытание, это был ангел, который приходил к нам, этот хадис известен, можете прочитать его. Я просто напомню, каждому из нас бывает так, что приходит испытание. Но это не значит, конечно, что первый попавшийся пришел, и у тебя денег просят, и ты должен все ему деньги давать. Нет, надо необходимо проверить, действительно ли он нуждающийся. Если он нуждающийся, то, конечно, надо помочь своему брату или своей сестре, потому что аферистов сейчас очень много, и они как раз-таки пользуются доверчивостью мусульман, когда входит в доверие, забирают у них деньги, берут долг, а потом исчезают, все, их нет. Нет, мусульман должен быть осмотрительным. Но что касается того, что на пути Аллаха необходимо, чем можем, мы обязательно должны помогать Аллаху. Аллах св. говорит, что он доволен. Ради Аллаху Анху, раду Анху, он говорит. И Аллах св. доволен ими, и они довольны Аллахом. Это про кого? Про сахабов говорит в этом аяте. Почему? Потому что они все, что могли, как могли на пути Аллаха, так и делали. И Аллах стал доволен им, потому что он взял, это была великая торговля, выгодная торговля людей с Аллахом. Они отдавали все, что у них есть. Вспомните, Ау-Бакра с Омаром, которые соревновались между другом. Кто же из них все-таки опередит? И когда Пробок Саусалам призывал к джихаду, к одному из многочисленных походов, Омар Махатаб сказал, я опережу сегодня Ау-Бакра. И принес половину своих денег всех. Отдал на пути Аллаха. На. Кто сейчас сделать, половину денег принесет? Я хочу посмотреть на этого человека. Просто мне интересно. Конечно, лучше не показывает, но очень-очень мало таких, кто действительно принесет половину всех денег, которые дома есть, и отдаст. Что сделал Ау-Бакр? Через 15 минут приходит Ау-Бакр и приносит все деньги. Пробок Саусалам смотрит и говорит, ты что сделал? А что ты оставил своей семье? Что ты сделал? Он говорит, я все принес. Он говорит, а что ты своей семье оставил? Я им оставил Аллах, его посланника. Все свои деньги человек принес. И тогда сам Омар Махатаб передает этот хадис, когда Аллаху Анаху, и он говорит, вот тогда я понял, что мне никогда не обогнать Ау-Бакра. Никогда мне не обогнать Ау-Бакра, Ау-Бакр будет всегда впереди. Они вот так торговали с Аллахом. И мы видим, как Аллах смоталя возвысил их. Ау-Бакр маленький, худенький человек вообще. Если посмотреть, у него и силы такой не было, ничем не выделялось, но Аллах что сделал, как бы возвысил? Пророк Саусалам про него сказал, что не ступала нога лучшего человека на земле после пророков, кроме как нога Ау-Бакра. Аллах смоталя как возвысил. Омар Махатаб был дверью фитнес, и Пророк Саусалам сказал про него, «Если бы после меня был Пророк, это был бы Омар Махатаб». Так этих людей возвышал Аллах смоталя, которые на пути Аллаха жертвовали всем. Временем, здоровьем, деньгами своими, всем-всем. Сегодня беда мусульман тем, что мы не делаем этого. Мы забыли постулаты своей веры. Да, нужно, конечно, содержать семью, нужно иметь дом. Мы вчера тоже говорили, что человек должен жилища иметь и так далее. Не будем повторяться, но все должно быть в разумных пределах. У нас никаких границ разумности нет. Мы все переходим в неразумность. Сначала надо нахапать, и конца края этому нет. Потому что шайтан, он как за кидушку показывает тебе одну цель. Вот ты ее вроде бы достигаешь, а он тебе уже другую ставит. Еще лучше, еще краше человек говорит, вот сейчас вот это сделаю, достигну, вот куплю то, построю то, вот это приобрету, а потом буду на пути Аллаха сделать. А потом буду на пути Аллаха стараться. Проходит год, два, десять, двадцать, все. У человека или денег нет, или уже сил, здоровья нет. Он уже старый становится. Куда он будет? Что он будет делать? Он свое время упустил. Он бежал за этой дуне. Я напомню, что на тот свет приведут как раз-таки вот день расчета. Слепую старуху с синими глазами. Видели, наверное, у слепых таких вот, когда зрачков не видно, такие голубые страшные синие глаза бывают, такие голубые. Вот такую старуху очень страшного вида с такими голубыми глазами приведут и представят. И скажут, вот ваша любимая. Люди скажут, вы что, как это, это же такое страшилище. Не Энгода, это дуне, за которую вы бегали. Вот ваша любимая. И потом бросит ее в огонь, и она скажет, где мои любимые? Бросьте со мной. И будет бросать тех, кто любил ее, кто бежал за этой дуне. Поэтому каждый немножечко должен думать, что же он на пути Аллаха делает, что он после себя оставит. Хотя бы, чтобы сын даже его говорил, мой отец, маша Аллах, на пути Аллаха вот это вот сделал. Я тоже должен быть лучше, чем мой отец, должен следовать его пути. И как он будет воспитывать своих детей? Каждый, конечно, должен об этом думать, чтобы воспитывать вот так, вот так. И сахабы так и делали, воспитывали своих детей обязательно. И когда тот же Абдулла ибн Омар, Саат ибн Вакас, ему что-то рассказал, какой-то хадис. И он пришел к своему отцу, переспрашивает. Ну, Омар Махатаб, известный сподвижник, самый известный, можно сказать, обрадованный раем и так далее. И он пришел спросить, так ли это? Что ответил Омар Махатаб? О, сынок, если что-то тебе сказал Саат, тебе не надо ни у кого переспрашивать. Верь ему, это действительно так и есть. Потому что они знали, чего этот человек стоит и что он после себя оставил. И Саат ибн Вакас был один из десяти обрадованных раем. Поэтому Омар Махатаб сказал, не надо больше никогда не переспрашивать ни у кого, если тебе что-то сказал или научил или приказал делать Саат. Так и делай. Вот так они делали воспитание своим детям, оставляли после себя, потому что это было поколение, действительно, которое на своих плечах подняли ислам. И потом получится представление и расчет. Будет, как мы сказали, представление и расчет. После того, как будет встреча с Аллахом. И представление перед Аллахом, это предстояние, когда все рабы будут стоять перед Аллахом, и им будут дарованы их книги, свитки, деяния. Мы вчера тоже это разобрали. Или Рилиюн, или Сиджин. Две книги будут. Сура Мутафифин, можете прочитать, там это хорошо описывается все. Рилиюн, те, кто будет. Джанна, это, иншала, эта книга хранится на самом верху. А Сиджин, это на самой нижней земле, хранится книга самых несчастных, из твари, из людей, которые будут. Джаханнам. Аллах сматаля говорит про это. Сура Мутафифин, поэтому это предстояние, когда все будут стоять перед Аллахом, и будут даваться ему его книги. Аллах сматаля говорит, в тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Сура Аля. А как в сенат стоят? То есть у нас, у каждого есть тайны. У Аллахи, у каждого человека, здесь сидящего, есть какие-то свои грехи, которые он скрывает, ошибки, которые, может быть, раньше сделал, может быть, за них уже покаялся, может быть, забыл. Но у каждого есть, как говорят, свой скелет в шкафу. У Аллахи, у каждого нет такого человека, не поверю никогда. Если он говорит, что он безгрешен, он значит или ахмак, или просто он не понимает религию, или дурак. Есть у каждого. И вот эти все его скелеты, все эти тайны, Аллахи вытащит и покажет ему ни одна маломальская какая-то тайна, которую человек, может быть, считает, что он давно забыл. 20 лет совершил, когда он был, а потом 80 лет Аллах его забрал. 60 лет прошло. Для человека целая жизнь так долго, он уже забыл про это дело? Аллах представит ему. Обязательно Аллахи возьмет и представит ему это дело, которое ты совершил, когда тебе было 20 лет. Ни одна тайна, поэтому Аллахи про это и говорит. Возьмите, прочитайте, восемнадцать аят, в тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Аллахи в другом аяте говорит. В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть, увидеть свои дела, свои деяния. Тот, кто сделал добро, весом мельчайшую частицу, увидит его. Зарра. Мискаль, мискаль. Зарратин хайран ярах. Да, Аллахи, мискаль. Это мельчайшая частица. Кто сделал мельчайшую частицу добро, он увидит его. А тот, кто сделал зло, весом мельчайшую частицу, также увидит его. Сюра зимодресения, зиль зиля, 6-й, 8-й аяты. Это тоже, мы все это все узнаем, мы можем сделать, прочитать, толкование, Аллах смотали про это, говорит, даже на вес мисхаль, мельчаешь это вес пылинки, делать тоже, а какое мы можем сказать, ну что вот мы считаем пылинкой, ты какое-то слово сказал, не, что вот, все, даже вот, даже ты не представляешь, что, и тебе это покажут, тебе это представят и об этом сообщат. И сообщается в другом хадисе, что Аиша ради Аллаха сказал, однажды посланник Аллаха с Аллаху алейхи вассалям сказал, обязательно погибнет тот, у кого потребует отчета в день воскресенья. И я сказал, о посланник Аллаха, да сделает Аллах меня выкупом за тебя, разве всемогущий великий Аллах не говорит, что касается того, кому книгу его подадут в правую руку, то непременно будет он рассчитан расчетом легким, то есть кому он дадут в правую руку, он будет рассчитан легким расчетом. А пророк с Аллахом что говорит, обязательно погибнет тот, у кого потребует отчета. И в ответ на это пророк с Аллаху алейхи вассалям сказал, это касается только представления, то есть человек будет стоять, ему дадут книгу, вот он предстал перед Аллахом. Вот это есть легкий расчет. Но если теперь будут говорить, так, а теперь давай за каждое дело отчитывайся, вот тут смерть, вот тут и погиб. Вот про это говорит посланник Аллаха, то, что тебе дадут книгу, да, это хорошо, влево или в правую. Но если с тебя начнут еще и требуют отчета, вот за это представляют твои дела, и будешь, вот за это отвечай, вот за это отвечай, вот за это отвечай, это будет очень тяжко, и человек, возможно, погиб. Про это и говорится в этом хадисе, передает имам Аль-Бухари. Это касается только представлений, но тот человек, дела, которые будут обсуждаться, погибнет, сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И сообщается, что Ади ибн Хатим, ради Аллаху Анху, сказал, однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, Каждый из вас обязательно предстанет перед Аллахом, и не будет между ними ни преграды, ни переводчика, который стал переводить слова человека. И Аллах обязательно спросит человека, разве я не даровал тебе богатство? Мы все за богатством бегаем, богатство, богатство нужно. Иногда наш навс нас побеждает, сильно побеждает, мы поддаемся своими страстям, нам любым путем нужно заработать деньги, взять богатство. И про это Аллах см. будет спрашивать человека, разве я не даровал тебе богатство? И тот ответит, даровал. Потом Аллах спонталя обязательно спросит, разве я не направил к тебе посланника? И тут ответит человек, направил. А потом человек посмотрит направо и не увидит ничего, кроме пламени ада. И посмотрит налево и не увидит ничего, кроме Джаханнама опять. И так пусть же, говорит посланник Аллаха, пусть же каждый из вас защитит себя от огня хотя бы с помощью половинки финика. То есть на пути Аллаха хотя бы жертвуй, делай садака, свое имущество хотя бы фиником, хотя бы половинкой, чтобы защитить себя от этого огня ада. А если не найдешь этого, то есть совсем бедный человек, у которого нет ничего, тогда можно свое здоровье, свое время. Если и этого нет, тогда хотя бы добрым словом, чтобы поднять настроение своему брату Муслиму. Передает имам Аль-Бухари, 1413 имам Муслим, 5798 хадис. И передается от слов Ибн Умар, ради Аллаху Анху, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах приблизит к себе верующего и окажет ему свою милость, и укроет его, и станет спрашивать, признаешь ли ты, что совершил такой-то грех? Признаешь ли ты, что совершил такой-то грех?» А он будет говорить, «Да, о, Аллах, я признаю, да, я признаю, я совершил эти грехи». И когда же Аллах заставит его признать все его грехи, и верующий посчитает, что он уже погиб, Аллах скажет, «Я скрыл твои грехи в прошлой жизни». Да, у нас есть многие грехи, которые мы не знаем, а, хамду алейхи, не надо про них рассказать, это харам, ширять запрещено, рассказать свои грехи. Все, скрылось, а, хамду алейхи, Аллах покрыл их, эти грехи надо только толпы произносить, толпы приносит Аллах спонталя. И про это Аллах говорит, «Я скрыл твои грехи в земной жизни, и я прощу их тебе сегодня». А потом ему будет вручена книга с записями его добрых дел. Что же касается неверного, кафра и лицемера, мунафика, то свидетели их дел скажут, это те, которые возводили ложь на своего Господа. Поистине проклятие Аллаха лежит на несправедливых. Сурахут 18 стоят и передает хадис имам Аль-Бухари. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал, «Ни один раб ни за что не покинет свое место в день воскресенья до тех пор, пока он не будет спрошен на четырех вещах, о том, на что он потратил свою жизнь, как, на что ты потратил всю свою целую жизнь, чем ты приближался к Аллаху, что ты оставил после себя, что ты, как я уже говорил, можешь себе принести в оправдание». Дальше, второе, как он провел свою молодость, с православным именно взял эту молодость и отдельно вырвал, можно сказать, из жизни. Почему? Потому что молодость такая пора, когда у человека много сил еще, и уже разум встает на место, уже появляется опыт, появляются какие-то дела, он умеет работать на каких-то работах, и за это время отдельно будет спрошено, потому что потом будет опыт в старости, но сил уже не будет. И до этого было много сил у детей, смотришь, как маленькие дети ползают, да, за ними движение повторять, невозможно, человек упадет там без сил, через час уже, а ребенок все будет ползать и ползать, но у него разума нет. Он еще не понимает, как применить эту силу, он не понимает, вот когда молодость начинается, именно, как мы говорили вчера, с 15 лет, и где-то до 40 лет считается молодость человека, потом уже все, уже идет спад. Вот это время за это будет отдельно рассчитано, потому что уже есть силы много, появляется разум, опыт, и человек может только во благо и должен себе применять все эти качества, но многие их просто попросту теряют, за дунья гоняются, или он будет в хорам вообще лезут, и так далее, тому подобное, и за это он будет рассчитан обязательно, за свою жизнь, сказал, не сдвинется человек с места, будет стоять, пока он не спросит, за всю его жизнь, за его молодость, за богатство, как он его заработал, а смартфон дает, чтобы проверить тебя, не для того, чтобы ты себе пять пальцев в рот набивал, и только о себе думал, каждый месяц машины менял себе, или еще что-то там, и сразу делал, нет, надо сабр тоже сделать, мало ли что хочется, сегодня хочется у людей, это на первом месте, вот мне хочется, пошел в кредит залез, пошел, харам взял, много ума не надо пойти, сейчас любой банк будет радоваться, когда ты к нему придешь, заложишь ему свой дом, отдашь, напишешь, еще что-то сделаешь, они только будут радоваться, без проблем у тебя будут деньги, ты будешь им платить процент, ты будешь рабом их, а вот если с тобой что-то случится, ты, во-первых, умрешь, будешь на мерзости, Аллах смоталя говорит, риба это из деяния сатаны, риба это мерзость, и у тебя отнимут и твою машину, и твой дом, и ты деньги все там оставишь, и твоя семья без ничего останется, вот такой конец у тех, кто занимается такими вещами, а почему, потому что хочется, вот мне хочется на хорошей машине ездить, а что старое, делай сабр, но пусть будет старое, зато халяль, или он вообще на маршрутке ездит, тоже халяль, некие проблем нет, миллионы людей ездят, ничего тут не случится с тобой, он обязательно надо в харам лезть, что ли, или он живет в маленьком доме, все, ему надо, вот, побыстрее он берет деньги, в кредит, в банк, ипотеку, покупает, что ты делаешь, ты думаешь, это халяль, это хорошо, невозможно через харам прийти к халялю, и праук саллаху алейкум и салям про это говорит, что из-за богатства свое он будет спрошен, и за знание, последнее, за что он будет спрошен, знание, потому что у каждого из нас уже, аль-хамдулля, есть знание, невозможно сказать, я не знал, меня не было, я не слышал, или есть такие люди, говорят, не рассказывай, не рассказывай мне, зачем ты мне рассказал, я вчера не знал, спокойно ждал, вот теперь я знаю, мне тебе плохо, ты ненормальный, что ли, тебе знание дается то, чтобы ты приближался к Аллаху, чтобы ты возвышался в степени, как ты еще можешь заработать, когда ты знаешь, как поступить, ты будешь правильно поступать, Аллах с Матальей Курани говорит, ради сравнятся слепой и зрячий, ради сравнятся знающий и незнающий, Аллах сравнивает знающего человека со зрячим, у кого глаза есть, ради можно сравнить слепого, у кого глаза есть, невозможно, невозможно, И также знающий человек, он всегда найдет выход из ситуации, он знает, как поступить, он уверен, его никто не собьет, он будет приближаться прямой дорогой. Сирот Аль-Мастаким к своему Господу будет приближаться, потому что у него есть знания, а когда у тебя нет знания, ты не знаешь. То ли у меня тахарат есть, то ли у меня нет тахарат, то мой намаз принят, не принят, как мне пост держать, что мне делать. Может, ты уже все потерял, все, нет у тебя ничего, а ты, джахид, ты идешь этим путем, потому что знания не берешь. Мы все обязаны брать знания, и мы для того и здесь собираемся, чтобы получать знания. Но очень-очень мало, кто сейчас стремится действительно к знаниям. И Аллах Фанталя за это будет тоже отдельно спрашивать, передает имам Аттабарани. Что же касается расчета, то мы, конечно, верим в то, что приходит в Куране и в священной сунне. И Аллах Фанталя обязательно каждого из нас ознакомят с теми делами, которые мы совершили в этом дунье. Это как, я всегда представляю, как фильм, да, мы же вот когда кино смотрим, да, аль-хамдуля, но, наверное, кто-то еще смотрит, лучше не смотрите фильмы. Если вы оставите эти фильмы, этот телевизор, это кино, намного будет легче жить. Ну, все мы когда-то в жизни видели фильмы. И вот, когда смотришь этот фильм, человек заходит туда, он теряет, как бы, про эту дунь уже не думает, он весь в этом кино. Весь, кто переживает за актеров, там, многие плачут, там, и так далее, и тому подобное. Мы понимаем, что это кино. И каждый кадр нам показывает, как будто их жизнь, там, на экране был ребенок, потом он растет, потом остается взрослым, потом уже старик, и вот вся его жизнь, да, описывает, с ним так случилось, так и так. Вот точно так же нам покажут, как мы были маленькие, потом, как мы росли. Все эти кадры нам представят, да, вот так было с тобой, вот так. И каждый человек увидит свои деяния, которые он совершил, как будто в этом фильме. Не сможет он сказать, что это не я, это я не мог, потому что каждое дело наше записывает. С кем? Записывающие ангелы. Кираман Кеа Тибина Алла Сфанталия говорит, то есть, возвышенными, кто песцы записывает. Аллах про них говорит, это как раз-таки ангелы, которые записывают наши деяния. И Алла Сфанталия говорит, когда земля сотрагнется от сотрясения, когда земля извернет свою ношу, и человек спросит, что же с ней? В тот день она поведает свои вести, то есть расскажет, что у нее было внутри, потому что Господь твой внушит ей это. И в тот день люди выйдут толпами, чтобы увидеть свои деяния, выйдут толпами из могил, чтобы увидеть свои дела. Тот, кто сделал добровесом мельчайшую частицу, мисхаль, увидит его. И тот, кто сделал зловесом мельчайшую частицу, опять-таки увидит его. Сфразим Дерсения, 1-й, 8-й аят. Абу Хвайра передал, что однажды посланник Аллаха, с Аллаху, алейхи вассалям, сказал, в тот день она, земля, поведает свои вести, то есть расскажет, что у нее было. А потом спросил людей, знаете ли вы, каким будет ее вести, о чем она будет рассказывать? И они сказали, Аллах и его посланник знают об этом лучше. И тогда он сказал, с Аллаху, алейхи вассалям, поистине ее вести или ее рассказы будут заключаться в том, что она станет свидетельствовать против каждого раба и рабыни Аллаха относительно того, что он делал на ней. И она скажет, ты сделал то-то и то-то в такой-то день. И таким будут ее рассказы, и таким будут ее вести. Придет имам Ат-Тирвензи. Поэтому земля тоже свидетель является того, что мы делаем. Мы ходим по ней, совершаем грехи. Не подчиняемся Аллаху фантале. Она придет и будет свидетельствовать, что ты делал то-то, то-то в тот день. И поэтому в могиле, когда человек будет в могиле, земля сожмет его. Этого неверного кафра или фасика или мунафика сожмет его так, что ребра зайдут одни за другие. Так земля сожмет. Почему? Потому что она скажет, я терпела, когда ты на мне сделал грехи, не подчинялся Аллах. Вот теперь терпи ты, когда ты во мне. Или же наоборот, когда человек совершает хорошие деяния, земля также будет говорить, да, этот раб благочестивый, он совершал то-то и то-то. Даже земля будет свидетельствовать за или против. И будет дана книга с деяниями свидетелей. И Аллах сообщил нам слова гречнику, который будет говорить в день воскресенья. Горе нам, что это за книга? В ней не упущен немалый невеликий грех. Все подсчитано. Суаля Тах, 49 аят. То есть каждую книгу, в которой все будет подсчитано, как бухгалтер сидит, все-все, до каждой копейки уводит. Более того, каждое дело человека, каждое грех или большое дело будет подсчитано. И каждому будет дана его книга. Вот, на, возьми, читай. Все твои дела там всем представлены. И Аллах смотаю, другом аяте говорит. «Земля озарится светом своего Господа». Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели. И сказал Ата в комментарии к этому аятам. «Свидетели являются ангелами». То есть будут приведены пророки, каждый будет свидетельствовать против своей общины. О том, что он довел, о том, что он рассказал, как приближаться к Аллаху, от чего беречься. И ангелы будут свидетелями для всех людей, кого приведут. И Аллах сказал, «Из каждой общины мы выберем свидетелей, скажем, приведите ваше доказательство». Сурак Хасас, 75-й аят. Имам Аль-Багави и Муджахид сказали в комментариях к этому аяту, «Свидетелем будет посланник, который был послан к ним». И Аллах Маталев сказал, «И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем». Погонщики есть, да, знаете, верблюдов или овцы, погонщики, да, пастухи. Вот также у каждого человека будет погонщик и свидетель. И Абу Хурай, ради Аллаха-Анху, сказал, «Погонщик – это ангел, а свидетелем будут деяния, дела самого человека». Ибн Аббас, ради Аллаха-Анху, сказал, «Погонщик из ангелов, а свидетелем будет сам человек. Он будет свидетельствовать сам против себя». И передается слово Абу Саид Аль-Худри, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «В день воскресения будет призван Нух, и он скажет, «Я здесь, о Господь мой, и готов служить тебе». Аллах спросит, «Довел ли ты до своей общины то, что я тебе велел? Научил ли ты их, как нужно жить, как нужно приближаться к своему Господу?» И он скажет, «Да». Тогда его соплеменников спросят, «Довел ли он до вас?» И они ответят, «Нет, он не довел, не являлся к нам никакой вещевательной, он все лишь обманщик». И Аллах спросит, «Нуха, кто засвидетельствует твою правоту?» И он скажет, «Мухаммад и члены его общины». И мусульмане засвидетельствуют, что он действительно довел послание Аллаха. То есть мы с вами читаем Куран, мы берем оттуда рассказы, и мы являемся свидетелями о том, что было в прежних народах, потому что Аллах спонтали в своей книге, нам открыл все это. И мы являемся свидетелями о них. А о нас будет свидетелем Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, о том, что он довел, и он нас научил, как нам нужно жить, и он является свидетелем за нас или против нас. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, привел слова Аллах спонтали. «И так сделали мы вас общиной срединной, правильной, справедливой, чтобы стали вы свидетелями о людях. А посланник стал свидетелем о вас, Сураль Бакра, 143 аят». Ну, иншаллах, на этом мы сегодня закончим, и на следующую субботу мы продолжим. Там дальше у нас пойдут весы, водоем, мост будем разбирать, потом потихонечку заступничество, кому будет даровано шафат, и рай, и ад, иншаллах, у нас будет на очереди. А пока нам нужно каждому, конечно, брать пользу из-за этого, не просто, чтобы это у нас стало на словах, а чтобы деяния подкрепляли наши слова, чтобы мы что-то могли представить Аллах спонтали на суд, как наши дела. Я прошу Аллах спонтали, чтобы он нас укрепил на его пути, сделал нас из истинных мусульман, которые Аллах спонтали соберет под знаменем в день суда, вместе с пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, чтобы он нас вел в сады Фирдаус. Субханкаллахумабихамдик, Стафиркатубу Иляк, Ла Иляхи, Ла Антабаркаллаху Фикум.